Денди Супер Точно Начнем Let's go! Представьте себе такую ситуацию, когда волна преступность вторично захлестывает город. Бесконечные грабежи и убийства. Но есть, есть такой человек, который может предотвратить все это. Вот он, его имя Бэтмен. Бэтмен Возвращение Джокера После того, как Бэтмен победил Джокера, он спокойно расслаблялся в своем сынчике. Но не тут это было. Злодея вернулся. Оказывается, он не погиб и будет Джокером. Собрав большую армию, он решил отомстить Бэтмену. И вот в Элоп-Сити снова разнесла преступность. Вы управляете Бэтменом и должны пройти много уровней. В конце каждого уровня вам встречаются боссы, лучшие киллеры Джокера, над забиванием которых вам предстоит попотеть. По ходу игры вы можете собирать различные виды оружия. Самонаводящийся лазер, разрывные патроны, спиральный лазер и многое другое. Сначала игра кажется довольно легкой. Но с каждым уровнем играть становится все сложнее. Для того, чтобы облегчить игру, существует система паролей. В конце игры вам предстоит встретиться лицом к лицу с самим Джокером. Причем неоднократно. Первый раз он подъедет к вам на танк и начнет безжалостно расстреливать. Так что возьмите в руки джойстик и уничтожьте Джокера и его армию. И тогда в Готэм-Сити вновь восстановится спокойствие. А, отрывемся от приставочки Дэнди, где мы воевали руками. Теперь повоюем мозгами в шахматы на геймбой. Е-2, Е-4. Пинг, пинг, пинг. Шахматы на геймбой. Можно даже не говорить о графике и звуках. Они просто не нужны. Единственная полезная вещь в шахматах, так это хороший соперник. То есть сам компьютер. Хочу заметить, что он не новичок. Конечно же это не тот компьютер, у которого выиграл Гарри Каспаров. Но все-таки, по-моему, кто в шахматах играет плохо, рассчитывать на победу не стоит. Так как игра не из ряда простейших. Также в игре огромное меню, попасть в которое можно, нажав на селект. Напрягите свои умственные способности, и тогда вы сможете рассчитывать на победу в шахматном турнире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игра сделана по мотивам фильма Чернокнижник. Раз в тысячу лет силы зла на землю посылают своего сына, Чернокнижника, для того, чтобы он собрал магические камни, разбросанные в пространство и во времени. Если он сможет это сделать, то темные силы будут править миром. Вы — герой, обученный белой магией. Ваша задача — найти камни самоцвета раньше Варлока и уничтожить силу зла. У вас есть волшебный шар, указывающий дорогу к злодею, и пистолет, умеющий стрелять лазером. Вы можете использовать все магические заклинания. Варлок — это приключенческая бродилка со множеством нелегких уровней. Кроме самого колдуна, на вашем пути встречаются различные монстры, привидения и всякая другая нечисть. Много боссов, которые ни о чем не думают, как только съесть вас. Но не обращайте на них слишком много внимания. Ведь самая главная сошка в этой тусовке — так это Варлок. И он не заслуживает помилования. А теперь традиционная рубрика «Хелп». Сегодня будут секреты для игр. Но каких игр? Вот это вопрос из вопросов, который я не собираюсь решать, потому что он уже решен. И представляю вам его. Не вопрос о игре, а короче, секреты к этим играм. На экране перед матчем нажмите... ...семь раз, три кнопки и удерживайте. Седьмой раз до тех пор, пока не появится площадка. И у вас будет вечный бег. Варлок, Сега, код в седьмой уровень. Б, Л, Д, В, Н. Код в четырнадцатый уровень. С, С, Ф, С, Х. FIFA International Soccer. В главном меню нажмите пять раз А и пять раз У, и вы получите супер-вратаря. А если вы нажмете А, А, Б, Б, И, 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 Икс, Икс, то у вас будет такая команда, о которой противнику мечтать и мечтать. Привет, матма. Ну, вы, наверное, вам понравился футбол, о котором вам в хелпе Женя рассказал. Ну, так вот сейчас я вам расскажу о таком крутом футболе, что у вас волосы дыбом на голове встанут. И тому подтверждение моя фирменная футболочка Аякса. Итак, смотрите нашу передачу, и вы много узнаете о International Superstar Soccer Deluxe. Как и следовало ожидать, футбольное сумасшествие переметнулось и на приставочку Super Nintendo. Лучшей из серий игр на футбольную тему является International Superstar Soccer Deluxe. Эта игра представляет игроку огромное количество опций. Перемена погодных условий, разнообразные варианты расстановки игроков на поле, возможность поучаствовать в турнире, лиге, повтор основных моментов и прибавьте к этому возможность играть в игру четвером. В опции Team Colors вы сможете заменить цвет формы вашей команды. В опции Edit Player Skills вы сможете посмотреть на данные ваших игроков. В опции Number of Players вы сможете заменить количество игроков. В опции Formation Change вы сможете поменять расстановку игроков вашей команды. Следует также отметить качественные видеозаставки, которые, может быть, не так и важны, но все же придают игре особую привлекательность. В общем, можно сказать, что любители видеоигр скоро получат оригинальный и по-своему революционный симулятор футбола. Теперь мы все сможем поучаствовать в футбольных турнирах, не вставая с кресла. Ну а сейчас мы поговорим о функциях кнопок на джойстике в этой игре. Кнопкой Y в игре обозначается ускорение. Кнопкой X — удар. Если же в игре вы нажмете кнопку Y и X вместе, вы ударите очень-очень сильным ударом. Кнопкой B в игре обозначается пас. Кнопкой A в игре обозначается длинный пас. И, наконец, мы добрались до переставки Банасу Электридео. И вы узнаете о совершенно крутой игре. Эта игра была сначала реализована на персональном компьютере, а затем перенесена на Super Nintendo. Итак, знакомьтесь. Canon Foden на 3DO. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 告訴 you the main turn of the DimaTorzok Кэнон Фода Война еще ни разу не была такой веселой, утверждают создатели этой занимательной игры. Эта фраза из известной песни к игре, хорошо знакомой многим любителям игр, само название которой переводится как «кушечное мясо». Сама идея создания подобных игр появилась давным-давно. В ее основе желание создать простую и увлекательную игру, в которой были бы смешаны аркадные элементы и элементы стратегии. Вы управляете небольшим отрядом рейнджеров, заброшенных на территорию врага. Задача — выполнить определенную миссию, причем от уровня к уровню сложность увеличивается. Используя вид на местность сверху-сбоку, создатели игры доставляют возможность игрокам управлять своими бойцами по всем законам партизанской войны. Естественно, вам противостоят многочисленные и хорошо обученные силы противника, справиться с которыми довольно сложно. Кроме автоматов, у вас может быть дополнительное вооружение, гранаты и ракеты, которые нужно использовать очень экономно. Кстати, на более сложных уровнях вам дадут возможность управлять вертолетом, танком и другой боевой техникой. Оставшиеся в живых герои получат очередное звание и, может быть, дослужат до генерала. Причем меткость ваших бойцов будет расти пропорционально их опыту и званию. Увеличение сложности уровня позволит вам потренироваться в управлении на первых, более легких уровнях и проявить свои знания тактики на больших картах. Уровней не так уж и много, их всего 72. Так что не будь в этой игре записи, то она была бы просто непроходима. Кстати, хочется отметить, что сама идея игры оказалась очень популярной, и на ее основе были выпущены продолжения и многие другие игры. Так что если кому-нибудь название Canon Foda ничего не говорит, советую проиграть хотя бы первые уровни, и вы будете захвачены простотой управления и в то же время интересными миссиями. И без сомнения, вам захочется пройти ее до конца. Ну вот, наша передача и подошла к концу. Но перед тем, как проститься, мы вам сообщим пару-тройку новостей. Первая новость заключается в том, что в прошлую среду по независимым организаторам причинам членов Денки не смог состояться. Но мы вам обещаем, в этот среду он будет точным и соревноваться будут на приставках Super Nintendo в игру Killer Instinct. Ну а вторая новость, и самая приятная новость, это то, что в планете игр появились такие приставочки, как Sega Saturn, Sony Playstation и Nintendo 64, о которых пойдет речь в следующей передаче. А третья новость, в общем-то, не новость. Два дня назад был день рождения у Игоря Шпинькова, бывшего ведущего программы Birdandy, а ныне ведущего программы Бешеные колеса. Игорь, мы тебя от души поздравляем. И последнее, сегодня новость, но самое важное. Мы вам сегодня не зря показали футбол. Через пять часов мы с вами наверняка встретимся на стадионе Балтика. Поэтому мы с вами не прощаемся. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok